Я должен рассказать вам о том, каким образом веб-студии, я так понимаю, что большинство из вас представляет веб-студии, может увеличить оборот. То есть увеличить продажи, увеличить доход, увеличить прибыль, долю рынка, я не знаю, что вы будете мерить. Кому интересно увеличить доходы? Так, неправильно задал вопрос. Кому очень интересно увеличить доходы? Встаньте, вот кому не лень увеличить доходы. Да что ж... Ну хорошо, ладно. Ладно, плохая аудитория, обычно не допросишься, здесь такое единодушное. Но вот кому очень-очень надо? Ну хорошо, ладно, вот давайте я девушкам буду помогать, я такой джентльмен в душе. Как вас зовут? Юля, вы веб-студии работаете? Вы за что отвечаете? Отлично, хорошо. Юля работает в веб-студии, на нее повесили маркетинг, и маркетинг, конечно, всегда в падчерицах таких, в золушках. Никто маркетинга в российских компаниях не любит, все считают, что это расходы, и нифига ты на этом не заработаешь. Давайте я сейчас попытаюсь этот миф развеять. У меня час, мне нужно будет только через час остановить, Светлана, я не смогу, как eBay, вовремя остановиться. Вы должны будете все записывать. Я решил, что я буду вас развлекать, я не буду показывать вам слайды, презентация есть, поверьте мне, но мне так просто хочется, просто иногда устаю от слайдов, просто с вами поговорить. В основном я буду говорить с Юлей, но периодически я буду обращаться и к вам. Я единственное попрошу, работает профессиональная съемка, наверное, не надо меня записывать на смартфон, я не очень люблю, когда меня записывает камера. Ну хорошо, что это не селфи. Ну, потом просто попросите убитых в кино и посмотрите его. Давайте поговорим о том, еще раз, как маркетинг может помочь вашей компании увеличить продажи. Есть пять направлений, записывайте. Я опускаю всю теорию, я не буду вам рассказывать, что такое маркетинг, я не буду объяснять большинство терминов. Я просто скажу, по каким пяти направлениям вы должны двигаться, чтобы увеличить обороты. Вот направления всего лишь пять. Первое. Вы должны улучшить свои точки контакта. Я сейчас все прочитаю, а потом буду все рассказывать. Я понял. Первое. Вы должны улучшить свои точки контакта. Второе. Вы должны определиться со своим позиционированием. Третье. А вот сразу видно, кто хочет увеличить оборот, кто пишет, кто хотел. Третье. Вы должны максимально эффективно использовать человеческий фактор, который у вас есть. Четвертое. Вы должны максимально правильно работать со своими клиентами. Пока это звучит для вас все как абстракция, я понимаю. Пятое. Вы должны правильно использовать комплекс маркетинга. Все. Больше ничего невозможно сделать, чтобы с помощью маркетинга увеличить оборот. Я понимаю, что маркетинг в России не всесилен. Я был в гостях у Филиппа Котлера, и мы с ним сидели, выпивали. И Филипп у меня в какой-то момент, ну еще я очень сильно волновался, все-таки я думаю, что если бы кто-нибудь из вас просто сидел бы и со мной выпивал, вы, наверное, тоже волновались. И он меня поймал. Он говорит, Игорь, расскажи мне какую-то историю, которая, ну вот, охарактеризовала бы маркетинг в России. Я говорю, а сначала ваша история, нашелся я. Он говорит, ну вот я могу тебе рассказать историю, что в 2002 году, после того, как была атака на башни Близнецы, американское правительство с инициативой выступило, собрав большой-большую аудиторию, 7 тысяч человек. Тысяча блогеров-журналистов, тысяча крупнейших компаний и 5 тысяч предпринимателей. Я и другие ключевые спикеры американские, которые, ну, специалисты в различных вопросах, выступали на разные темы. У нас было, ну, не знаю, там 25 минут. Каждый выступал 25 минут, я говорил на тему маркетинга. Я рассказывал о том, что вот без маркетинга ни одна американская компания обойтись не может. Ну и, соответственно, решил похохметь, симпровизировать и задал такой вопрос. Ну, может быть, в этой 7 тысячной аудитории найдется человек, который скажет, что я могу обойтись без маркетинга. У нас-то, в Америке, в стране маркетинга. Значит, все засмеялись, и вдруг неожиданно для всех рука в центре зала поднимается. Все прям замерли. Филипп говорит, передайте ему микрофон. Микрофон побежал, придам. Человек прокашливается и представляется. Здравствуйте, меня зовут так-то и так-то, я директор Панамского канала. Смеются те, у кого пятерка по географии. Панамский канал – такой интересный бизнес, он соединяет Северную и Южную Америку. И ты, когда подплываешь к нему, либо ты оплываешь в Северную Америку, либо ты оплываешь в Южную Америку, либо ты платишь деньги и плывешь через этот перешейк. Он говорит, твоя история какая? Я говорю, ну, моя история. Я ему рассказываю другую историю. Я еще раз напоминаю, что я ему рассказываю, что маркетинг в России не всесилен. Я вам рассказал, про каким направлениям нужно двигаться, но иногда можно обойтись легко, можно обойтись без маркетинга. Моя история. Меня однажды попросили, было много-много лет назад, меня попросили выступить на конференции, я уже точно не помню, как она называется, что-то нефтехимбизнес. Я говорю, зачем вам маркетинг? Они говорят, ну, вот просто очень хотели с вами, слушателей, встретиться, они вот вас любят, они вот прям в заявках написали, хотим послушать МАНа. Ну, говорю, хорошо, хотят, хотят. Ну, я, конечно, выступаю, я отрабатываю свой номер, я рассказываю, как правильно организовать маркетинг, как его построить, как его развивать. Ну, такие вежливые аплодисменты. И во время кофебрейка ко мне подходит человек, отводит меня в сторонку и говорит, Игорь, вот они ничего не поняли, я фишку уловил. Вот никто у нас в отрасли не занимается маркетингом, я им буду заниматься, я все сделаю так, как вы рассказывали, все будет по науке, я все четко организую, я всех порву, я буду царь горы. Я говорю, отлично, да, конечно, давайте, я согласен. Он говорит, прям завтра мой помощник с вами связывается, и мы прям начинаем работать с завтрашнего дня. Я говорю, хорошо, ну, как обычно бывает в России, никто на следующий день не позвонил, и послезавтра никто не позвонил. Я, конечно, забыл про этот случай, я никогда никого не дожимаю. Надо, найдут. Так вот, через некоторый... Забудьте этот подход, вы должны работать по-другому. Я понимаю, да, да, но сейчас я вам расскажу, как это надо сделать. И через некоторое время, ну, где-то, наверное, полгода прошло, мы с ним встречаемся на другой конференции, я его, конечно, не узнаю. Но я многих не узнаю, когда не видел полгода. И он ко мне подходит, говорит, Игорь, вы меня не помните? Я говорю, нет. Он говорит, помните, я такой-то такой-то, мы с вами познакомились на нефтехимбизнесе. Я говорю, а-а-а, точно. Чего же вы пропали? Вы же хотели всех порвать и стать царем горы. И он, знаете, вы знаете, как дети вот так вот делают. Он так замялся и сказал, знаете, Игорь, просто в следующий кофе-брейк я познакомился с одним человеком из Газпрома. Мне теперь маркетинг не нужен. Я прошу прощения за такое длительное вступление, но понимаю, что вы уже устали, вас очень много грузили. Этой историей я просто хотел начать список тех причин, когда вам маркетинг не нужен. Первое, вам маркетинг не нужен тогда, когда спрос превышает предложение. Второе, вам маркетинг не нужен тогда, когда вы можете использовать административный ресурс, родственные связи, непотизм. Когда вы можете использовать такой инструмент, он с озвученным маркетингу, я называю его откатинг. Откатинг всегда сильнее маркетинга. Во всех других случаях вам маркетинг может пригодиться. Кстати, американцы даже используют маркетинг тогда, когда спрос превышает предложение. Это, в частности, делает компания Apple. Она притормаживает разъяренных пользователей, которым не хватило новых моделей чего-то от Apple, мягко их успокаивает, говорит, когда это появится, то есть ведет правильную информационную политику и действия. Но поскольку вы не попадаете в эту, надеюсь, часть компании, которым маркетинг не нужен, вы сугубо рыночный бизнес, вам маркетинг нужен, и вот у вас есть пять направлений, по которым вы должны двигаться. Можно прочитать огромное количество книг, ни в одной книге вы не найдете, как можно увеличить оборот, вернее, вы найдете разные модели, они будут сложны. Вот самая простая модель, поверьте мне, я 27 лет занимаюсь маркетингом, это та, которую я вам рассказал. Пять направлений. Первое – точки контакта. Поднимите в руку, кто знает, что это такое. Неплохо. Неплохо для вашей аудитории. Точки контакта записывать, кто не знает, это те моменты, в которых клиенты соприкасаются с вашей компанией. Вот тогда, когда клиенты соприкасаются с вашей компанией, они решают, работать с вами или нет. Более того, когда они стали вашими клиентами, соприкасаясь с вами в этих точках контакта, они решают, продолжают с вами работать или нет. Вот давайте я сейчас просто начну список. Ну, я неплохо понимаю ваш бизнес, потому что у меня несколько бизнесов, один из этих бизнесов занимается интернет-маркетингом, это проект Литмашина. Мы только-только начинаем делать сайты, поэтому у нас те же самые проблемы, которые есть у вас. Я даже когда сейчас про это сказал, сразу же загрустил, но проще грусть, продолжаем учиться. Итак, давайте вспоминать те моменты, в которых клиенты соприкасаются обыкновенной веб-студией. В каких точках контакта? Юля, помогайте. Там, наверное, что-то надо нажать. Нет. А дайте Юле микрофон, чтобы… Ну, я могу за Юлей, конечно. Раз, два, три, четыре. Раз. Телефонный разговор, коммерческое предложение, вывеска на входе, ресепшн с секретарем, почта, телефон. Сайт, сайт. А, сайт, точно, сайт. Одежда, ну, униформа. Сотрудники, сотрудники, да, да. Ну, почта, я сказала, рассылка почтовая, электронная, соцсети. Я просто ищу визитную карточку. Да, визитка, конверты. Там оставят. Отлично, хорошо. Договор. Да, договор. Счет. Хорошо, вот это все точки контакта. И сейчас вы меня спросите, ну, зачем нам все это знать, мы как бы понимаем, что это, ну, такие рабочие моменты. Вот это вы называли раньше рабочие моменты, я сейчас называю это точки контакта. Еще раз, это момент истины. В этот момент клиент решает, работать с вами или нет. На уровне коммерческого предложения он решит, работать с вами или нет. На уровне рекомендаций он решит, работать с вами или нет. Когда он зайдет на ваш сайт, он решит, работать с вами или нет. Когда он посмотрит на вашу визитную карточку, он ее позитивно или негативно оценит. Вот очень важно помнить про эти моменты. Я прошу прощения за то, что в этой аудитории я буду использовать такие простые приемы. Но мне сказали, что вы, не знаю, очень хорошо понимаете, как делать сайты, и не очень хорошо, может быть, меня неправильно проинформировали, понимаете, как делать маркетинг. Поэтому я очень простым языком буду рассказывать. Если вдруг я собьюсь и скажу, критическое метафизирование, абстракция, крититация, не коммутируется хромофорная фузия, ксерогентная реквантного тренингулятора, Юля мне скажет, да, вот, хорошо. Значит, еще раз возвращаемся к точкам контакта. Любая девушка, которая идет на свидание, она стоит перед зеркалом часами. Она приводит свои точки контакта в самое надлежащее состояние. Некоторые продвинутые мужчины тоже это делают, они причесываются, даже рубашку застегивают, заправляют майку в штаны, даже носки иногда бывает под цвет рубашки одевают. Так вот, я хочу сказать, что мы никогда не знаем, лично в жизни-то все хорошо, ты пошел на свидание, ты подготовился, но в бизнесе ты никогда не знаешь, когда встретишься с другим человеком. И поэтому ваши точки контакта должны быть в таком хорошем состоянии всегда. Что такое хорошее состояние? Ну, я скажу, что я в три уровня оцениваю точки контакта. Это вау, нормально и отстой. Вау, нормально и отстой. Вы посылаете коммерческое предложение, клиент вам тут же перезвонит и говорит, вау, первый раз вижу такое интерактивное, заманчивое, оригинальное коммерческое предложение. Давайте работать. У кого-нибудь есть такое коммерческое предложение, когда вот так клиенты говорят? Случай был уже неплохо. Нормальное коммерческое предложение, когда вы посылаете хорошее коммерческое предложение, конечно, вам не перезванивают, вы перезваниваете, мы из компании такой-то. Вам говорят, а, да-да-да, помним ваше оригинальное коммерческое предложение, но давно таких не видели. Это нормально. А отстой, когда вы перезвоните, он говорит, больше не звоните. Поэтому я понимаю, что отстоит тогда, когда я сейчас вам дам свою визитную карточку, а вы скажете, я свою не взял или у меня все закончились. Не должны у вас заканчиваться визитки так же, как не заканчиваются патроны в фильмах у героев-боевиков. У меня сейчас вот эта пачка закончится, у меня в рюкзаке еще одна. В рюкзаке закончится пачка, я достану такую, знаете, у меня есть кошелек, в котором последних три визитных карточки, на самом деле еще в дно вшито две, так, на всякий случай. Но если что, я до машины добегу, еще пачку возьму. Поэтому еще раз, вот не считайте, что это мелочи. Еще раз, это моменты истины. Не я придумал этот термин, и touchpoints, точки контакта не я придумал. Я просто все систематизировал. Если вам это интересно, прочитайте книгу «Точки контакта». Ну, на некоторое время подвисните. Вот, Юля, я на вас смотрю. Вы «Точки контакта» читали? Да, читала. Проработали? Да. Но я, да, я потому как вы бойко стали называть «Точки контакта», это уже было понятно. Поэтому еще раз, не только прочитать, а это еще на практике применить. Поэтому первый способ для того, чтобы вы могли увеличить свой оборот, это хорошие точки контакта. Пошли второй. Позиционирование. Поднимите руку, кто единственный веб-студия в городе. Кто единственная веб-студия в городе? Вот только вы и больше никого. Так, поэтому слушаем дальше. Что такое позиционирование? Позиционирование – это тогда, когда приходите к клиенту вы, потом приходят ваши конкуренты, и умный клиент спрашивает, почему я должен нанять вас, а не других. Я упрощаю. Еще раз, те, кто учился маркетингу, я упрощаю. Грубо говоря, это вопрос, почему вы? Почему не ваши конкуренты? Вот как… Юля, я, конечно, прошу прощения, но вы сами напросились. Вы из какого города? Брянск. Брянск. Вот я приехал в Брянск, открыл там офис, мне нужно сделать сайт, я приглашаю вас на встречу, смотрю вам в глаза и говорю, Юля, ну, почему я должен нанять вас? И вы говорите, потому что Юля думает. Вот в основном думают все. Поэтому, когда клиент говорит, почему вы, 90% людей думает, что ответит на этот вопрос, 10% отвечают, но из 10%, которые отвечают, не все отвечают успешно. Поэтому, вот попробуйте сейчас записать себе вопрос в блокноте, почему мы. Я понимаю, что у вас есть там 5, 10, 15 причин, почему клиент должен работать с вами, но он не должен слушать 10-15 причин. Одна единственная причина, которая ляжет в основу позиционирования. Еще раз, я упрощаю, как только могу. Издательство Манов и Фербер. Ну, чтобы не говорить там про онлайн, давайте поговорим про оффлайн. 9 лет, когда мы стартовали, долго-долго на языке я воротил эту фразу, родилась. Максимально полезные книги. Все. Теперь мы не только позиционировались, мы еще дифференцировались. То есть, получается, у всех остальных не максимально полезные книги. А зачем тогда их читать? Вот я хочу сказать, что я упростил, как только можно. Когда вы будете заниматься темой, вы услышите такие термины, как уникальное торговое предложение, позиционирование, визуальный молоток, дифференцирование. Но пока давайте все это сведем еще раз к одному единственному вопросу. Почему вы, и на всякий случай второй вопрос, почему не ваши конкуренты? Вот вам, еще раз, лучше всего иметь очень хороший ответ на этот вопрос. Он должен быть красивый, яркий, запоминающийся. То есть, идеально, чтобы вы на базе этого ответа или на базе этого позиционирования сформулировали, знаете, часто бывает так, ну вот вы, Юлия, предположим, едете в командировку в Москву и приезжаете, ну не знаю, предположим, вы приезжаете на какую-то конференцию по маркетингу, и мы с вами сталкиваемся, и вот сидим рядышком. Я протягиваю визитную карточку, вы мне протягиваете визитную карточку, я читаю вашу визитную карточку, я просто вижу, что у вас написано название компании и просто написано «веб-студия». Можно вашу визитную карточку посмотреть? Я не такая одна, как вы сказали. Вот попробуйте добавить, вот сейчас я скажу одну вещь, вот не пропустите, одно прилагательное. Вот у вас есть веб-студия, добавьте одно прилагательное, вот это уже будет основа вашего позиционера. Помните, у всех были деловые книги, а у нас, ну я добавил два слова, максимально полезный такой чит был с моей стороны, два слова добавил, лучше одному, но вы можете понимать, что два-три можно добавить. Какая студия? Вот веб-студия какая? Вот если вы подберете это хорошее прилагательное, фактически вы создали для себя позиционирование. И вы должны научить ваших сотрудников правильно отвечать на вопрос «где ты работаешь?», потому что большинство ваших сотрудников на вопрос «где ты работаешь?» могут сказать «да так в одной шарашке на конторе, ой, извините, хотел сказать так, хотел сказать в одной высокотехнологичной компании». Название компании не упоминается, профиль компании не упоминается, и, конечно, совершенно не звучит причина, почему клиент должен продолжить дальше с вами разговор. Попробуйте поговорить с любым сотрудником издательства «Манн, Маннов и Фербер». Задайте вопрос «где ты работаешь?», вы услышите такой ответ. Я в три этапа про его процитирую. Первое. Я работаю в издательстве максимально полезных книг, издательстве максимально полезной литературы «Манн, Иванов и Фербер». Пауза. Мы делаем книги, которые позволяют вам жить лучше и зарабатывать больше. Пауза. Улыбка. Хотите парочку? Порекомендую. Вот так надо продавать со сцены, и так надо продавать по жизни. Третье. Я еще раз, для тех, кто учился на MBA или закончил институт по специальности маркетинга, я упрощаю, как могу. Могу себе позволить, меня же назвали гуру маркетинга. Третье. Человеческий фактор. Здесь зашито огромное количество возможностей, я сконцентрируюсь только на трех. Первое. Хорошие руководители студии и подразделений. Хороший коммерческий директор, хороший директор по маркетингу, хороший маркетер. Я учился в Московском институте управления, и мой преподаватель, профессор, прям в душу запал. Первой лекцией вышел на трибуну и сказал, я не знаю, что вы запомните после пяти лет учебы в институте, но вот эту вещь прошу вас запомнить. Наполеон. И процитировал Бонапарта Наполеона. Армия баранов под руководством льва победит армию львов под руководством барана. Я прошу прощения, что, может быть, я кого-то сейчас обижу, но у меня вопрос. Вы и ваши замы по коммерции или по маркетингу, они львы или бараны? Или полу-львы и полу-бараны? Вы сейчас за маркетинг сказали? Можно визитную карточку посмотреть? Ну, неплохо, Вадим, но можно было бы сделать лучше. Неплохо, но вот оставлю, я даже поменяюсь с вами. Я хочу сказать, что по оценке, не знаю, отстой, нормально, вау, я бы даже сказал, что это нормально, плюс. Неплохо, действительно неплохо. Поэтому получается, что, наверное, действительно можно сказать, что в этой компании работают львы. Вопрос в вашей компании, кто работает. Давайте двигаться дальше. Про руководителей поговорили. Вторая вещь, которую вы можете сделать, вы должны сделать так, чтобы ваша компания... Ну, я сейчас все возможности перечисляю, поэтому она позвучит сначала как дурацкая, но сначала я вас заинтригую, а потом перейду к следующей возможности. Вторая возможность, вы можете сделать так, чтобы в вашей компании работала больше продавцов. Попробуйте сейчас поднять руку тот, кто не согласен с тезисом, компания больше продавцов, компания больше продаж. Ну, и зря. Я сейчас попробую вас сразу подколоть, лично вас. Есть такой... У меня несколько героев по жизни, один из таких героев – Харви Маккей. Это автор книги «Как уцелить среди акул». Я в свое время, когда был коммерческим директором одной компании, которая была дистрибьютором компании «Коник», я прочитал эту книгу, и через год я заработал себе бонус на трехкомнатную квартиру в Москве. Я тут же Маккей написал, сказал, Харви Маккей, там господин Маккей, я по вашей книжке все делал, спасибо большое, я купил трехкомнатную квартиру в Москве. Низкий вам поклон. А он по-американски прямо написал. Я говорит, планирую приехать в Москву, можно я поживу в одной из комнат? К нему, за словом, в карман не лезь. Так вот, Маккея однажды спросили, а он делает конверты, у него прям тупиковый бизнес. Это у вас вроде бы бизнес растет, всем интересно сайты, но пока сделать, наверное, уже нет компаний, у которых нет сайта, но теперь всем интересно переделать сайты. Или научиться делать, ставить, не знаю, там, под продукты, под решения, то есть уже, так скажем, мы расширяем свой портфель, забежал вперед. У Маккея бизнес падает, он проделает конверты, а конверты в Америке, кому они нужны? Зарплата не в конвертах, откатов там мало. Ну, в общем, непонятно, как товарищ выживает, как он выживает. У него Forbes журнал берет интервью и говорит, господин Маккей, сколько человек работает в вашей компании? Ну, до объединения, ответ, 260 человек. А сколько в отделе продаж? Маккея улыбается и говорит, 260. Поэтому я могу сказать, я был три года коммерческим директором, можете, конечно, со мной поспорить, но я уверен, что когда у тебя больше продавцов, ну, не больше необходимого, а просто больше, тогда, когда действительно тебе их нужно больше, ты действительно можешь увеличивать продажи. А следующая вещь, которую я вам хочу предложить, то есть я понимаю, что больше продавцов можно сделать, но у тебя больше издержки, больше контроль, больше накладные расходы, больше фонд заработной платы. Понятно. Вот третья вещь, она более серьезная, которая вот в человеческом факторе зашита, вы должны сделать так, чтобы каждый сотрудник, который работает у вас, должен быть продавцом. Каждый сотрудник должен продавать. Каждый должен продавать. Для этого вы должны сделать определенные вещи, они прописаны в книге «Маркетинг без бюджета», про которую Светлана упомянула. Если я сейчас буду пересказывать все там 8 технологий, которые зашиты, или все эти 8 инструментов, мы с вами точно не уложимся в формат. Еще раз, сделайте каждого вашего сотрудника продавцом. Сделайте ему визитную карточку. Проведите мини-тренинг, чтобы он мог рассказывать про то, чем занимается компания. Создайте ему систему мотивации, чтобы он мог продавать ваши услуги любому своему другу, знакомому, даже незнакомому человеку. Это минимум, прожиточный минимум. Двигаемся дальше. Давайте теперь поговорим, иначе мы сейчас завязнем в человеческом факторе. Там еще раз, там очень много различных вещей зашито. Но я сейчас хочу сфокусироваться на ключевой вещи. Да. Я хочу сфокусироваться на ключевой вещи. Это клиенты. Запишите. Четвертое направление мы, ну, как бы, сейчас перечисляем. Четвертое направление – это работа с клиентами. Наверное, у многих из вас она ассоциируется, именно вот эта работа ассоциируется с маркетингом. Работать с клиентами нужно по модели ПРУФ. Запишите. ПРУФ. П-Р-У-В. Ни в одной книге не найдете. Опять же, это моя аббревиатура. Я ее придумал, потому что я уже устал объяснять, что такое маркетинг, и вот как-то родилась вот эта модель. Когда меня спрашивают, что такое маркетинг, я говорю, маркетинг – это ПРУФ. Ты правильно работаешь с клиентами. П-привлекаешь, Р-работаешь с посетителями и с клиентами. Тут как бы раскладывается Р на две части. У-удерживаешь и В-возвращаешь. И вот по этим направлениям можно работать в любой компании бесконечно долго. И у любого из вас, у любой из ваших компаний зашиты огромные возможности для того, чтобы увеличить оборот через эти четыре направления. Давайте посмотрим, опять же, на Юлю. Обратим на нее взгляд. А то она увлеклась записями, надо ее отвлечь. А то в Брянске будет лучшей студией. Юля, вот скажите мне, пожалуйста, какими способами вы привлекаете к себе клиентов? Сколько их? Ну, какими инструментами? Давайте я уточню. Ну, предположим, это может быть рассылка коммерческих предложений, холодные звонки, семинары, которые вы проводите бесплатные для клиентов. Это могут быть статьи вашего генерального директора. Это может быть блок вашей компании. То есть вопрос. Я задаю этот вопрос каждому из вас. Сколько вы используете инструментов? Холодные звонки используем. Не, 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 сколько? 10, 15, 20. Около пяти. Около пяти. Теперь барабанная дробь. Знаете, сколько всего существует инструментов маркетинга? В онлайне и сколько в оффлайне? В онлайне 200 с небольшим. В оффлайне более пяти тысяч. И когда ты используешь пять, возникает вопрос, а что так мало? Игорь, если можно, чуть ближе микрофон. Уже, я понял, да. Поэтому возникает вопрос, почему так мало? Почему вы используете всего лишь пять инструментов? Поэтому первая задача, которую вы должны, не знаю, себе записать, вы должны использовать как можно больше новых инструментов. Ну, я обычно, когда консультирую какую-нибудь компанию, я рисую такую табличку. Включите воображение, следите за моей рукой. Две колонки. Первая колонка онлайн инструменты, вторая колонка оффлайн инструменты. Ну, в вашем случае, пускай бы сначала оффлайн, потом онлайн. Потом я делю это на три таких части, горизонтально, и пишу. Классика, новые, революционные. И вот, когда ты заполняешь эту таблицу с клиентом, ты понимаешь, что в основном, конечно, клиент застрял в классических инструментах привлечения клиентов. А ты должен использовать новые, и ты должен приложить руку к тому, чтобы начинать использовать на своем рынке, в своем городе, в своей отрасли новые революционные инструменты. Я понимаю, что это звучит такой, как призыв со сцены, но это хороший призыв. Еще раз, если вы используете пять инструментов, а ваш конкурент использует десять инструментов привлечения клиентов, наверное, он будет более успешен. Если вы используете только старые способы, то ваш конкурент, использующий новые способы, наверное, будет более эффективен, потому что мы знаем фразу, что если ты делаешь одни и те же самые вещи, ты получаешь одни и те же самые результаты. Работа с клиентами. Ну, кстати, давайте я еще про привлечение клиентов пару гвоздей вобью в ваше сознание. Значит, первое, мы привлекаем клиента сейчас не всеми способами. Это вы уже для себя записали. Второе, насколько эффективно работает каждый инструмент привлечения. Я понимаю, что вы знаете волшебное слово «конверсия», вы, наверное, все считаете, но вопрос, что можно сделать, это очень важный вопрос, что можно сделать, чтобы поднять эффективность этого инструмента. Ну, предположим, один из инструментов привлечения лидов в компанию «Лидмашина» – это наши семинары. Поэтому мы понимаем, что не только количество людей, которые пришли на семинар, нам интересно, но вообще интересно количество людей, которые мы в свою воронку затащили с помощью рассылок, с помощью интересных материалов, с помощью презентации, которые мы выложили на слайдшер, или с помощью ролика, которые мы выложили на YouTube. Поэтому еще раз, попробуйте каждый из этих инструментов. Чем меньше вы используете инструментов, тем важнее для вас поднять эффективность использования каждого инструмента. Вот эффективная должна быть, более эффективная визитная карточка. Вот как сделать так, чтобы люди вашу визитную карточку не откладывали в стопку, а положили перед собой и не спускали из нее глаз? Не, не надо. Я понимаю, что там есть желающие ответить на этот вопрос. Я тоже мог бы, не знаю, пару пальцев загнуть. Но просто это хороший вопрос. Как сделать так, чтобы, скажем, ваша социальная сеть, в которой, ну не знаю, ну давайте не социальная сеть, давайте там ваш блог, на который подписано 53 человека, стал блогом, на который подписано 530 человек, и чтобы все произошло, не знаю, там за пару недель. Опять же, я думаю, что если мы сейчас подискутируем, опять же будет, не знаю, там пяток хороших идей. Ну почему бы это не сделать вам? Поэтому, когда мы говорим, что маркетинг не работает, частично виноваты и сами руководители, которые никогда не взяли своего менеджера по маркетингу, не посадили перед собой. Вот как я сейчас смотрю на Юлю и говорю, Юля, задача, в июле попробовать три новых маркетинговых инструмента. Вот Юля наверняка мечтала попробовать три новых инструмента привлечения клиентов. В частности, такие как… Ну, мы, кстати, использовали вот семинары в этом… Ну, это вы использовали. Я сейчас говорю про новые, про революционные. Вот у вас прямо… Про камущие не думают. Вот, вот. Вы должны подумать про новые инструменты. Теперь про работу с клиентами. Хорошо, научились привлекать, вот они пошли, гурьба. Не, я, конечно, сейчас… Вы можете потом меня упрекнуть в том, что выступление носило общий характер. Если вы хотите частности… Евгений, я про маркетинг без бюджета 8 часов рассказывал в Архангельске, да? И, по-моему, ну да, и, по-моему, еще там, и не остановился еще. Поэтому я, когда про частности, тоже могу говорить. У нас сейчас час и одна задача. Вы должны понимать, как вы можете увеличить оборот. Грубо говоря, что можно сделать для увеличения оборота. Как делать? Ну, если я не поеду сейчас на дачу, то можете помыть меня в кулуарах. Работа с клиентами. Еще раз, работа с клиентами делится с посетителями и с клиентами. Посетитель, это, предположим, Юля дала рекламу, повесил баннер по-брянску и говорит, каждый, кто придет к нам за сайтом в компанию, в веб-студию нашу, получает цветной телевизор. Ну, предположим, она договорилась с Samsung. И, конечно, такой поток идет посетителей за цветными телевизорами, и Юля там заполняет анкеты, работает с ними. Это входящий поток. То есть наша задача – конвертнуть посетителя в заказчика. А потом, когда у нас есть клиенты, мы не должны забывать про то, что клиент, который сделал у нас сайт, он не должен быть забыт. Мы должны поддерживать с ним отношения. Ты ему сделал сайт? Вот такой вопрос. У кого есть машина? Автомобиль, да. Кто собирается поменять машину через год? Ну, купил, через год поменять. Кто через два? Кто через три? Ну, большинство людей меняет машину через три года. Я вообще по четыре, по пять езжу. Но вопрос. Как часто люди должны менять сайт? Это хороший ответ. Это человек учился у меня, он уже знает. Но теперь давайте еще раз. На самом деле, как часто человек должен менять свой сайт, переделывать его? Есть стандарт в отрасли? Стойте, стойте. Стандарт в отрасли есть? Я вам сейчас как бы намекаю, что можно бесконечно долго работать с клиентами, продавая им. Вот просто Евгений уже знает. Запишите следующую модель, которая называется ББДЧ. Когда вы работаете с вашим клиентским потоком, Светлана, я думаю, что надо будет просто на будущее так вот это дать. А давайте, я не откажусь. Мне так руками хочется помахать. Правая? Отлично, спасибо. Супер. Запишите следующую модель, ББДЧ. Вот, она сейчас вам увеличит продажи значительно. Если вы, конечно, подумаете. Чтобы правильно работать с клиентами, вы должны работать с ними по модели ББДЧ. Вы должны клиенту продавать больше. Ну, я пришел к вам за сайтом. Юля, а что вы мне еще можете сделать, кроме сайта? Продвижение. А еще? Еще мы можем... Ну, я бы очень хотел, чтобы вы сразу показывали... Поддержку. Ну, правильно. Но у вас должна быть такая меню, как в ресторане. Я должен понимать, что сайт – это только горячее. А еще и закуски, а еще и суп, а еще и десерты, а еще и выпить можно. И кофеек есть. Но его вы не продаете. Да, это такое приятное дополнение. Б. Больше. Следующее Б. Быстрее. Ну, вопрос спорный. Дело в том, что когда вы делаете сайты за, не знаю, за 100 долларов, за 5 тысяч рублей, за 10 тысяч рублей, их можно, конечно, клепать, как печенье клепают. Когда вы делаете дорогой сайт, вы, наверное, на Битриксе делаете большие сайты, то в этом случае вы должны, не знаю, не спешить. Как говорил Пушкин, служение, мусс, не терпит суеты. Вот ровно то же самое, когда ты обслуживаешь толстого, жирного заказчика, который заказывает не целевую страницу, а сайт. Ну, вот тут лучше не торопиться. Поэтому из каждого правила есть исключение. Д. Моя любимая. Дороже. Вот сейчас было бы интересно помериться стоимостью разработки сайтов, у кого меньше. Конечно, мы бы не завидовали этим людям, хотя, наверное, они их много делают. Мы бы завидовали тем, кто может продавать дорого. Поэтому сделайте все возможное, чтобы продавать дорого. Вот я просто хочу сказать, что для того, чтобы продавать дорого, вы можете сделать три вещи. Первое. Вы можете подвести под это ценность. Второе. Вы должны научиться бороться с возражениями. Третье. Вы должны использовать самые разнообразные трюки. Вот больше ничего невозможно, если вы хотите продавать дороже. Ну и последнее. Вы должны продавать чаще. Это то, что как раз мы с вами обсуждали. Ну, вот вы сейчас сайты делаете, а я периодически выступаю в каких-нибудь городах и говорю, что продавайте чаще. Люди говорят, ну, пример. Я говорю, ну, поднимите руку, у кого есть окна пластиковые. Все поднимают руки. Я говорю, поднимите руку, кто знает, как часто нужно менять пластиковые окна. Ну, делать им, не знаю, ТО. Никто не знает. А производители об этом и установщики не заботятся ни разу. Ровно то же самое, не заботитесь и вы. Ну, было бы приятно, предположим, поставить счетчик, который бы тикал и показывал, что до следующего ТО сайта осталось, не знаю, там, 8 месяцев, 8 дней и там 8 часов и 15 минут. Но, опять же, я утрирую. Но когда ты стоишь и утрируешь на сцене, может быть, у кого-то появляются какие-то интересные мысли. Мы поговорили про то, что вы должны правильно работать с клиентским потоком, вы должны правильно работать с клиентской базой. Следующее. У – это удержание. Ну, я не думаю, что клиенты от вас уходят сильно-сильно. Но, вообще, на самом деле, это очень печальный сигнал, если вы кому-то сделали сайт, а второй сайт, или, скажем, продвижение, или, скажем, работа в социальных сетях, или стратегия мейл-маркетинга, или разработка мобильного приложения, ваш клиент поручил кому-то другому. Поэтому вы должны удерживать клиента. Для того, чтобы удержать клиента, человечество придумало всего лишь 4 технологии. Я их назову. Тут политкорректно говорить «Яндекс вам в помощь» или «Гугл вам в помощь». «Яндекс вам в помощь». Значит, можно сделать 4 вещи. Первая – программа лояльности. Вторая – программа замыкания. Третья – программа борьбы с оттоком. Четвертая – программа клиент-ориентированности. Те из вас, кто хорошо разбирается с цифрами, наверное, уже в неком недоумении. Как так? Для того, чтобы привлечь клиента, есть 5000 инструментов в офлайне. И 200 в онлайне. И здесь 4 инструмента удержать клиента. Но, поверьте мне, ровно то же самое и при боевых действиях. Есть огромное количество способов убить человека. Есть небольшое количество способов защититься от того, чтобы тебя не убили. Вот 4 технологии, которые вы можете использовать для того, чтобы удерживать клиентов. И последнее – это возвращение клиентов. Возвращение клиентов. Я думаю, что вы все продвинутые ребята, у вас есть CRM-система. И вы понимаете, что клиент, предположим, сделал сайт. Потом, ну не знаю, как-то вы закрыли сделку. Ну, надеюсь, хорошо. Но потом клиент взял и какой-то другой заказ разместил у кого-то другого. То есть он просто показал вам, что он ушел. Вот можно возвращать клиентов. Если вам это интересно, читайте книжку «Возвращенцы». Поскольку вы работаете на рынке B2B, просто вот возвращение клиентов – это один из самых простых способов. Если, конечно, у вас есть базы клиентов, которые вы мониторите, вы видите, что клиент ушел. Он расторгает договор. Он злой, он расторгает договор. Он это говорит вам. Он говорит, я с вами работать больше не буду. Значит, задача директора по маркетингу, задача генерального директора, владельца студии – этого клиента как-то вернуть. Вернуть можно разными способами. Ну, я вам сейчас расскажу экзотический. Если кто-нибудь из вас читает блог Виталия Мышляева, моего партнера по компании «Лидмашина», он там рассказывает про эффект коридора, прием коридора, который мы периодически используем, я вам расскажу тогда что-нибудь про оффлайн. Один из моих клиентов, который занимается мебельной фурнитурой, мы с ним проанализировали клиентскую базу. Оказалось, что за последний год они потеряли 48 клиентов, 46 клиентов категории А и Б, которых нужно было вернуть. Они попросили их вернуть. Мы выяснили, почему они их потеряли. Я каждому написал письмо от руки. Оно было коротким, в 4 абзаца. Я сказал, мы знаем, почему вас потеряли, мы сделали то-то и то-то, пожалуйста, к нам вернитесь. Я написал это письмо от руки, лично каждому, и я писал его не шариковой, а чернильной ручкой. Потом я взял у своей супруги капельницу и по 3-4 раза капнул из пипетки на вот этот листок бумаги, как будто бы я рыдал над этим письмом. Еще раз, было 46 писем, 44 человека отзвонились, отписались, сказали, что это прикольно и весело. 28 вернулись. Я врать не буду и говорить, что они вернулись со всеми докризисными заказами. Это B2B рынок, они вернулись с маленькими заказами. Но если ты их не потеряешь, ну ты, собственно, поправил свой товарооборот, еще будь здоров как. Вот это модель proof. Мы с вами поговорили про то, что вы должны правильно работать с вашими клиентами. Еще раз, когда я говорю про клиентов, вы должны правильно привлекать, правильно с ними работать, правильно их удерживать и правильно их возвращать. И остается последняя вещь, в которой существует больше всего способов увеличения оборота. Это комплекс маркетинга. Кто из вас знает, что такое комплекс маркетинга? Хорошо, что я говорю простым языком. Комплекс маркетинга, представьте себе, что я сижу на стуле. Вот вы сейчас сидите на стуле, вам будет очень легко это представить. Стул – это маркетинг. Он стоит на четырех ножках. Эти четыре ножки, американцы их называют 4P. Product, Price, Promotion, Place of Sale. То есть у вас должна быть продуктовая линейка, у вас должны быть каналы продаж, у вас должно быть ценообразование и у вас должно быть продвижение. Ну вот на английском это PPPP, на русском товары, услуги, продуктовая линейка или линейка решений, каналы продаж, каналы коммуникаций и продвижение, и ценообразование. Ну давайте пункт за пунктом с вами проговорим. Первое – продукты. Самый простой способ увеличить оборот. Если мы говорим, нет, какая упаковка у вас, вы же в веб-студии делаете. Самый простой способ у вас, когда мы говорим про продукты, это предложить клиенту больше услуг. Но вот если вы действительно занимаетесь продвижением сайтов, что еще вы можете сделать, кроме того, что вы продвигаете сайты? Да, вы можете забрать у него бюджет на рекламу, на контекст, на поисковую оптимизацию, но вы можете еще забрать у него деньги на очень много других вещей, которые связаны с маркетингом. Ну я, предположим, в компании «Лид Машина» мы разделяем четыре направления интернет-маркетинга. Это сайты, целевые страницы, это email-маркетинг, это мобильные приложения, это социальные сети. Не все из них могут приносить вам большие деньги, но они могут приносить вам деньги. Ровно то же самое для того, чтобы расти, издательство «Мана, Манов и Фербер» Сначала выпускал спортивные книги, потом подарочные книги, потом кулинарные, и может быть, даже вы сейчас не знаете, мы уже год выпускаем детские книжки. Поэтому еще раз, самый простой способ увеличить оборот, это расширить ваш ассортимент. Вторая возможность, она редко встречается по жизни, но просто был очень интересный кейс, связанный с компанией Apple, и поэтому он упоминается во всех учебниках по маркетингу, и я его как возможность назову. Это наоборот, сжаться на каком-то, потому что вы скажете, мы занимаемся только построением целевых страниц, только для продуктов, но зато лучше нас в России это не делает никто. Все. Вот это будет заодно и ваше позиционирование. Только целевые страницы, только для продуктов лучше всех. К тому же цена не имеет значения. Вы сфокусировались на одном единственном продукте. Как вы понимаете, вам нужно меньше сотрудников, меньше расходов, и вы можете на каждого сотрудника делать больше оборот. Если честно, я скучаю по тем временам, когда мы выпускали всего лишь 12 книг в год. 12 книг в год, выпускало всего лишь 8 сотрудников. Выработка на сотрудника, я сейчас скажу, вы просто все захлебнетесь слюной от зависти. А сейчас большая компания, которая выпускает 250 новинок, но в которой работает практически 100 человек, и выработка на сотрудника, ну, может быть, и на уровне лучших европейских компаний, но точно не на уровне лучших американских компаний. Поэтому еще раз, иногда для того, чтобы увеличить оборот или выработку на каждого сотрудника, вы можете сократить свой ассортимент, сфокусировавшись на чем-то одном. Мы только мобильные приложения, мы только социальные сети, мы только email-маркетинг. Еще одна возможность, которая связана с продуктовой линейкой, вы можете научиться делать продукты-блокбастеры. Вы можете просто взять какую-то новую услугу или новый продукт и так клево вывести ее на рынок, что он просто взрыв продаж. Ну, мы знаем, что фильм-блокбастер, это когда там народ прям ломится посмотреть его на всех площадках. Как сделать продукт-блокбастер? У нас в издательстве есть прям модель, я ее рисовал в манжете, она состоит из трех блоков. У вас должен быть хороший маркетинг, хорошее производство, хороший маркетинг, хорошие продажи. Для каждого бизнеса, конечно, это вот, ну, будут те же самые три блока, но невозможно сделать продукт-блокбастер, когда у вас плохой продукт, замечательный маркетинг, замечательные продажи. Невозможно сделать продукт-блокбастер, когда у вас отличный продукт, но при этом плохой маркетинг, пусть даже шикарные продажи. В блокбастере все должно быть прекрасно. И продажи, и маркетинг, и продукт. Еще одна возможность, сделать продукт бестселлером. Это продукт, который продается долго-долго-долго. Ну, предположим, это как раз сайты-одностраничники. которые нужны будут всем, нужны будут долго, ну, какой-то период времени, хотя уже я видел публикацию, кто-то уже поднял голос и руку и сказал, что одностраничники уже не работают. Ну, может быть. Но клиенты пока про это не знают, а человек так отдифференцировался от других, типа, вот вы лохи делаете страничники, а я уже буду делать двухстраничники или там полуторастраничники. Так вот, возвращаясь к продукту, который лонгселлер, который очень-очень долго продается. Мы предложим, что такое лонгселлер? Ну, скажем, у нас в издательстве 9 лет назад вышла книжка маркетинг на 100% и клиенты на всю жизнь, и они пересдаются до сих пор. Вот это реально лонгселлеры. Из 10 первых книг, которые мы выпустили 9 лет назад, 7 книг продаются до сих пор, пересдаются до сих пор, они реально лонгселлеры. А вот теперь плохая новость. Я не знаю, как сделать лонгселлер. И когда у меня была возможность, я спросил у Филиппа, как сделать лонгселлер у Котлера. Он посмотрел на меня и сказал, надо добавить еще один элемент, который называется, тоже на элемент, еще один элемент комплекса маркетинга, тоже на букву П. Вот тебе нужен пятый П. Я говорю, какой? Продакт, прайс, промоушн, плейсус сейл. А пятый какой? Он улыбнулся и говорит, прей. Помолись. Вот сделал продукт, сделал хороший комплекс маркетинга и помолись, чтобы это все сработало. Поэтому никто не знает, как сделать продукт лонгселлер, если этого не знает Филипп. Я, конечно, книжки какие-то встречал, но, если честно, пурга-пургой не верю. Это не модель, то, что там предлагается. Еще одна интересная возможность, это сделать голубой океан. Ну, предположим, вы научились делать социальные сайты, нет. Вы научились делать сайты, которые вот ты сделал клиенту сайт, и он автоматически каждый год, нет, каждый год мало. Ну, тяжело придумать голубой океан, когда ты просто импровизируешь. Он каждый месяц сокращает расходы твоего клиента на один процент и увеличивает доходы на два. Автоматически. Вот если вы просто его сдал в эксплуатацию и говоришь, вот я готов подписаться, это мой голубой океан, расходы сокращаются на один процент, а доходы увеличиваются на два. Я думаю, что у вас просто будет вот такая очередь желающих такой сайт получить. А конкуренты будут думать, как же они это придумали, как же они это сделали, как это у них получается. Они не знают, вы знаете, вот это и есть голубой океан. Голубой океан – это уникальный продукт, который есть только у вас, у него нет у ваших конкурентов. Я на своей жизни делал пять голубых океанов и своих собственных. Я хочу сказать, что в книжках, ну, есть такая книга, называется «Стратегия голубого океана», все чудесно, а в жизни все грустно, потому что мало придумать голубой океан, ты его еще должен объяснить клиенту, а клиент иногда не догоняет. Я думаю, что если сейчас мы с вами в кулуарах будем меняться впечатлениями, вы не будете говорить, что-то наш клиент нифига не понимает в интернет-маркетинге, они вообще не понимают вот там чего, ну, они говорят там… Вот кто читал книжку «Маркетинг на сто процентов»? Понятно, расскажу историю. В 98-м году я был директором по маркетингу компании «Люсен Текнолоджес». И я был такой прогрессивный директор по маркетингу, и я смотрю, как-то модно у моих коллег на Западе делать сайты. Я говорю, давайте сделаем сайты. Я, значит, кинул клич, кто в России может сделать сайт. Значит, пришел такой парень, звали его Тёма, и он говорит, ну, типа, я вам сделаю там Лебедев. И говорит, я вам сделаю… Как же он сказал? Блин. Слевую… А, нет, я вам сделаю страницу. Нет, как же не страница, как же так говорилось-то, выскочила из головы эта история. Ну, да, говорит, я вам сделаю пока. Вот мы будем вам делать сайт, я вам сделаю такую страницу. Я на него так посмотрел и сказал, страница для «Люсен Текнолоджес» как минимум нам нужен разворот. Ну, вот так я тогда раньше понимал интернет-маркетинг. Я думаю, что большинство ваших клиентов, наверное, в том же самом уровне, в котором я был 98-го года. И вы будете на это жаловаться. И понятно, что мы должны образовывать рынок, мы должны говорить… А проблема в том, что… Это я немножко увлекся, но наболело. Ты, когда пытаешься рынок образовывать, ну, предложим, когда мы с Виталием Мышляевым сделали семинар «Ай-маркетинг 1.1», уже через год он был 1.5. Вот сейчас последняя версия 1.7, мы как бы остановились. А потом мы еще через полгода сделали «Ай-маркетинг 2.1». Бедные наши клиенты. Ну, вот понятно, что мы же не виноваты, что интернет-маркетинг на Западе так развивается. И мы как бы быстро у них все забираем, и все это пытаемся быстро объяснить нашим клиентам. А мы, я про себя, про оффлайновое поколение, потому что руководители компании в большинстве случаев, они, может быть, чуть-чуть помоложе, чем я, а собственники, может быть, даже постарше, чем я, они не такие продвинутые, как я. Они вообще вот этого не понимают языка, о котором мы или вы с ними говорите. Еще раз, я увлекся. Я возвращаюсь к Голубому океану. Создать Голубой океан, придумать Голубой океан легко, тяжело объяснить его клиенту, а еще сложнее его капитализировать. Но еще раз, это возможность. Если вы получаете Голубой океан, бум, продажи растут, и самое главное, только у вас. Еще одна возможность, связанная, скажем, с продуктовой линейкой. Линейка там очень много. Давайте я пока на этом остановлюсь, потому что я так понимаю, что время меня поджимает уже, по ощущениям. Цена. Мы уже говорили про то, что самый простой способ увеличить оборот, а, нет, мы с вами не говорили. Самый простой способ увеличить оборот, только, пожалуйста, не смейтесь. Обещайте, что смеяться не будете. Самый простой способ – это поднять цены. Вот, Юль, вы же сейчас с начальником сюда приехали или одна? Закройте уши, закройте уши. Оба, оба. Юль, прямо скажите, что я научилась, вот для того, чтобы мы могли увеличить продажи наши, увеличить наш оборот, давайте поднимем цены на сайты на 20% и объясним нашим клиентам, почему мы это сделали. Не, 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 не спорьте. Хорошо, я просто всем предлагаю на 20%, потом говорю, ну хорошо, давайте хотя бы на 5%. Все говорят, ну давайте, на 5 согласен. Даже сразу же, вот без всяких этих вот. Поднимите руку, кто вот сейчас вернется к себе, после вот этих вот двух дней с Битриксом и сможет поднять цену на 5%, и клиент даже не ёкнет. Ну поднимите, не зря тогда я учил вас, как увеличивать оборот. Дальше, если мы говорим про увеличение оборота, и мы говорим про ценообразование, еще одна вещь, которую вы можете сделать, пожалуйста, вот здесь внимательно послушайте меня, умоляю, не демпингуйте. Я только что учил вас поднимать цены, но многие из вас подумали, сейчас я подниму цены, я возьму, и пополам, и весь рынок мой. Мы должны понимать, что опять же, высокая цена всегда была и остается признаком высокого качества. Поэтому, если бы подняли цены и объяснили, опять же, это называется создание ценности. Вот очень важно уметь объяснить, почему ты поднимаешь цены. Иногда ты вынужден поднять цены. Ты объясняешь, что, извините, килограмм интернета просто вырос на мировых рынках, просто стоимость килограмма интернета страшно выросла. Не урожай интернета в Колумбии. А иногда, когда ты просто поднимаешь и не объясняешь, конечно, клиент обижается. Может быть, они по инерции начинают продолжать у тебя покупать, но они расстроены, реально расстроены. И третья вещь, которую я хочу, чтобы вы запомнили про цену, вы должны правильно научиться давать скидки, если вы начнете это делать. Ну, хотя бы книжку «Маркетинг без бюджета» прочитайте. Есть разные подходы к ценообразованию. Есть цены контрастные, есть цены дифференцирующие, цены очаровывающие. Есть правила трех цен. Ну, по крайней мере, вы можете даже вытаскивать такие американские технологии, что цены должны заканчиваться на 9 или на 5, но ни в коем случае не на 0. Ну, в общем, трюков много. Вот пример. Вот сейчас, предположим, вы выставляете, сейчас вам конкретно помогу. Вот вы сейчас в Брянске работаете с каким-то клиентом, вам нужно будет в понедельник выставить ему коммерческое предложение, вы насчитали, сколько ему будет стоить сайт. Сколько стоимость? 150 тысяч рублей. Как вы напишите? Цена сайта 150 тысяч рублей? Стоимость сайта? Стоимость. Правильно. Никогда не используйте слово «цена». Слово «цена» у человека вызывает неправильную ассоциацию в голове. Когда вы говорите стоимость, нейтральная ассоциация. А вы же можете сказать по-другому, вы можете сказать не цена, не стоимость, вы можете сказать абсолютно правильно. То есть, когда ты говоришь «инвестиции» в сайт, у человека глава работает совершенно по-другому. И ты ему действительно объясняешь, что это инвестиции, это не затраты, это инвестиции. А теперь вы пишете «инвестиции, 150 тысяч рублей», между ними делаете такое, называется, правило трюкмана, делаете такую, хоп, галочку и пишете «всего». Вы попробуйте. А потом вы будете смотреть на это и думать, блин, что-то дешево. Такая корова нужна самому. Еще раз, я вот столечко из трюков взял, для того, чтобы вам это рассказать. Я надеюсь, что вы просто маркетинг начинаете любить. И сейчас вы будете задавать мне вопрос, где взять хорошего специалиста по маркетингу. Юлю не хантить. Своих не трогаем. Последняя возможность, нет, все, проценты давайте, все. Каналы продаж. Каналы продаж, все это очень просто. Есть две возможности. Первое, использовать больше каналов продаж, их всего 32, как зубов. И второе, каждый канал продаж использовать максимально эффективно. Давайте поговорим про второе. Поднимите руку, у кого есть своя собственная служба продаж. Два-три человека, которые занимаются продажами. Поднимите руку, у кого она работает на 100%. Вау. Ну вы просто уже знаете, что надо поднимать руку, когда я спрашиваю что-то, и ты всегда будешь выглядеть круто. Что, у вас правда служба продаж работает на 100%? На 150? Продайте мне сайт. Я сейчас просто дам визитную карточку. Продайте мне сайт. Ну если вы сайты продаете, я просто не знаю, что вы продаете. Просто интересно. Я всегда вижу таких людей, которые вот с энтузиазмом говорят, у нас 100%, у нас 150%, а потом от них даже коммерческое предложение не получаешь. Ну они, наверное, осмысливают, что все-таки не 100%. Никто не работает на 100%. Вот можно приблизиться, можно стать лучше, но на 100 не работает никто. Нету, ну невозможно, это такое состояние, ну его не поймаешь. Даже тогда, когда ваша компания выполнила или преуполнила план продаж на 200%, могла бы и на 220%. И последнее, что у нас остается в комплексе маркетинга, это коммуникация. Что касается коммуникации, вы должны делать следующее. Первое, использовать самые эффективные каналы коммуникации. Второе, постоянно работать над повышением их эффективности, то есть каждая коммуникация должна продавать. Все, больше ничего сделать нельзя. Ну можно, но я просто сужу это до двух пальцев. Позвольте, я подведу итог. Если бы вы наняли меня как консультанта по маркетингу, который пришел бы к вам в веб-студию и сказал, Игорь, и вы мне сказали, Игорь, помогите нам увеличить продажи с помощью маркетинга, я бы с вами двигался именно по этой модели. Еще раз, мы бы с вами поговорили про точки контакта, я бы вас ткнул носом в те проблемы, которые у вас есть. Мы бы с вами поговорили про отсутствие вашего позиционирования, потому что у вас действительно отсутствует позиционирование, у вас его нет. Мы бы с вами поговорили про то, что ваши люди, которые работают в компании, сколько человек работает в вашей веб-студии? Семь. Сколько работают в отделе продаж? Двое. А почему не семь? Интересно. Мы бы с вами поговорили про отсутствие людей мотивации, мы бы поговорили про то, что ваши люди не обучены и так далее, и так далее. Мы бы с вами поговорили про комплекс маркетинга, мы с вами поговорили про работу с клиентами. И когда я разговариваю со своими клиентами про вот всю эту кучу различных задач, все сводится к тому, что у тебя где-то список из 10-15 позиций, которые ты должен реализоваться. И вот на этих 10-15 позициях вы должны сконцентрироваться. И одну за другой эту позицию улучшать. Сначала переделать коммерческое предложение, потом сделать продающие визитные карточки, потом изменить мотивацию персонала, потом создать, не знаю, там уникальное торговое предложение для каждого продукта, который у вас есть, потом попытаться сделать продукт-блокбастер, который будет выводиться на рынок. Не же просто выводить на рынок продукт, а сразу сделать его блокбастером. Просто задуматься, что мы можем сделать, чтобы сделать продукт блокбастером. Но еще раз я очень надеюсь, что как минимум вы прочитаете книгу «Точки контакта», как минимум вы прочитаете книгу «Без бюджета» и как минимум после этого что-то сделать, потому что бесполезно учиться на конференциях, если ты потом приезжаешь в свои города, возвращаешься к себе и ничего не делаешь. Я почти все сказал, я хочу посмотреть на Юлю и спросить, Юля, а что сделаете вы, когда вернетесь в Брянск? Еще раз пересмотрю видео, как вы все рассказывали, и начну с «Точки контакта». «Точки контакта». А еще два. Что зацепило? Давайте спросим директора. Спозиционирование будем дорабатывать. Извините. Спозиционирование будем дорабатывать. Хорошо. Придумали какое-нибудь прилагательное добавить? У нас есть слоган «Ваш сайт всегда в центре внимания». Вы знаете, это называется неуникальное торговое предложение, потому что никто из ваших конкурентов не говорит «Наш сайт сбоку». Вот вы должны найти что-то, что будет ваше, 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 и даже антагонизма не будет. Честно, а все остальные будут говорить «Мы нечестные, в отличие от них, мы вот нечестные». По умолчанию. Это характеристика по умолчанию. Это, знаете, все равно сказать, что в нашей компании люди разбираются в строительстве сайтов и стукнут себя в грудь. Честно. Плохо. Я сразу начинаю думать плохое, когда вы говорите, что мы честные. Вот вообще, в переговорах, это прям тактика переговоров. Если вы сказали, честно говоря, во всех книжках написано, сразу же напрягайтесь, когда это говорят. Сразу же напрягайтесь. Сейчас вас будут обманывать. Поэтому тоже плохое позиционирование. Ну что ж, вопросы? Пожалуйста, вопросы. Спасибо еще раз за этот микрофон. Прям хорошо с ним. Да. Дмитрий, компания «Альфа Тим». Вопрос интересует. Вот сейчас вы сказали про все методы, какие нужно применять. Хотелось бы узнать, как не переборщить. Потому что на нашем рынке бывают примеры, что в маркетинге с теми же лендингами. Мы даже шутим «Закажи сейчас или умри». Ну вот это мы так шутим, что иногда так переборщивают с этими счетчиками и тому подобное, что мы даже видим эффект, что многих это раздражает. И они закрывают. То есть есть какие-то методы как раз, чтобы не допустить, если ко мне придет, допустим, интернет-маркетолог, начнет этим заниматься, чтобы он не пересолил, короче. Ну вы можете сказать по-другому. «Закажите или умрет мой сотрудник». Может, это будет лучше работать? Игорь, спасибо огромное. Это было просто гипнотизирующе. Юлю жалко. У меня короткий вопрос. Если мне придется выбирать между маркетингом и хорошим продуктом, что мне выбрать? Ну для меня просто продукт и есть маркетинг. Вот вы не должны, вот запишите, маркетинг равно продвижение. Вот запишите, маркетинг равно продвижение. А теперь вот так жирно-жирно, много-много-много раз все это зачеркните, и потом ниже напишите, маркетинг равно продукт. Вот у вас маркетинг должен начинаться с продукта. И тогда, когда в компании плохой продукт, вот можно там, конечно, ну я делал чудеса, я честно скажу, что бывали плохие продукты, которые ты просто красиво подавал, хорошо делал каналы, правильно устанавливал цену, правильно делал позиционирование, но внутри тебя скреблись кошки. Вот если бы мне за это деньги не платили, я бы этого никогда не делал. Ужасно работать с плохим продуктом. Ужасно. Поэтому делайте хороший продукт, и у меня будет полный кошелек и свободное сердце. Пожалуйста, вопрос еще. Да, здравствуйте, это было действительно великолепно. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, допустим, у меня сейчас продукт, ну это Голубой океан. Если я правильно понял, то Голубой океан – это то, что не предлагают конкуренты, и это офигенная штука. Абсолютно верно. Стоит ли бояться того, что конкуренты тебя быстро нагонят? Стоит ли постоянно на них оглядываться и пытаться поддерживать этот Голубой океан, что-то постоянно генерировать, делать новое? Или это нормально, и рано или поздно тебя нагонят? И надо перейти на качество, допустим, или на другие показатели? Или постоянно нагонять, нагонять, ну, бежать? Ну, я сейчас буду говорить, что наш бизнес, поскольку я тоже представитель, соучредитель, акционер компании «Лидмашина», наш бизнес, к сожалению, такой, под копирайт невозможно подвести ничего. Все все воруют. Мы, когда запустили нашу первую лендинг-пейдж для компании «Лидмашина», мы даже такой музей собрали, наверное, с 40 страниц, потому что все моментально… Ну, то есть мы сделали такой для нашего семинара «Аймаркетинг», и все обучающие компании, вот мои провайдеры во всей стране взяли это и скопировали. Поэтому, к сожалению, Голубой океан на рынке интернета будет иметь очень короткий срок действия. Но бывают такие идеи, которые многие люди считают сумасшедшими. Но, предположим, это, правда, уже не из интернета история. Я в 2009 году выпустил книжку «Маркетинг без бюджета», и она продавалась за 300 долларов. Никто не верил в нее, я верил, никто в нее не верил. Миша Иванов сказал, слушай, это мой партнер и генеральный директор, он сказал, слушай, ну, давай это будет такой риск, 50 на 50 расходы, 50 на 50 доходы. Я говорю, давай. Он говорит, ну, то есть продается книжка за 300 долларов, я получаю 150. Он говорит, если, говорит, продадим 100 штук, я тебе, говорит, 100 долларов подарю. 100 штук мы продали за месяц. Всего мы продали более 1200 книг. Вы можете умножить 1200, умножить на 300, а потом разделить пополам и понять, сколько получил я. Это был еще раз «Голубой океан», в который никто не верил. Потом его пытались скопировать, появились книги «Маркетинг без затрат», «Маркетинг без инвестиций», «Маркетинг без расходов», но ты был первым. И вот прелесть «Голубого океана», что все тебя ассоциируют с тем, что ты придумал. Поэтому если у вас есть клевая идея, делайте. Если вы в нее верите, если у нее есть капитализация, но запустите ее на рынок правильно. Потому что если бы я не запустил ее хорошо, ну, все-таки я в маркетинге разбираюсь, поэтому запуск книжки «Маркетинг без бюджета» был очень хорош. Вот сейчас кто читал книжку номер один, моя последняя книга, крайняя книга? Номер один. Как стать первым в том, что ты делаешь? Ну, может быть, нецелевая аудитория, вы все в интернете, и вы ждете, когда ее можно будет скачать бесплатно. Да. Хотя бы в электронном виде купите. Я для таких жадных, как вы, написал в книжке, что вся вот эта магия, которая заложена на страницах номер один, скачанная с торрента, не действует. Когда она у вас? Сейчас, сейчас ты не ответил, не до конца ответил. Так вот, получается, что когда эта книжка была выпущена по науке, она продалась за три недели, абсолютно новый рекорд издательства. Поэтому быстро выводите хорошую идею на рынок, ассоциируйтесь с этим продуктом и скрестите пальцы, прей, помолитесь, чтобы конкуренты подумали, что это фигня. Игорь, я хочу нанять консультанта по маркетингу. Почему вы? Я не могу. Архангельск меня не потянет. Пожалуйста, еще вопрос. Нет, на самом деле, если вы идете возвращать клиента, вы должны понимать, ну, соизмерять затраты по его привлечению, затраты по его возвращению с теми выгодами, которые вы получаете. И если он начинает вам выкручивать руки, это один из принципов, которыми я учу, никогда не работать с клиентами, которые неправильны. Клиент, который начинает вам выкручивать руки, который начинает выводить вас в минус, который начинает вас разводить между несколькими, не знаю, там, игроками, это ненужный вам клиент. Ну, вот смотрите, я там честно отказался от Евгения, да. Я там не стал звонить человеку из Газпрома, потому что он мне пообещал позвонить. Но вот мне нужны те клиенты, которые сами будут говорить, Игорь, ну вот можно, ну вот можно, ну давайте там мой счет выставим, ну аванс заплатим. Мне нужны такие клиенты. Но, конечно, возникал вопрос, как стать таким, как Игорь Манн. Еще раз я повторю, 27 лет я занимаюсь маркетингом. Может быть, это вам поможет. Игорь, большое спасибо за чудесный доклад. Вопрос немного в сторону. Когда книги вашего издательства можно будет купить напрямую в iTunes, не ставя отдельное приложение? Ну, мы над этим работаем, по крайней мере, скажем, вы можете в Apple Store уже скачать приложение и через него купить наши книги. Возвращенцы, понимаете, есть некоторые книжки, которые я выпускаю сугубо в бумажном виде, как точки контакта и возвращенцы. Их надо, я понимаю, что в электронном виде тоже можно делать пометки. Вот это ровно так тот альбом рабочих, который у вас должен быть на столе. Он не должен быть в iPad, он не должен быть в iPhone, он не должен быть в какой-то читалке. Он должен лежать перед вами и своим внешним видом напоминать про то, что верни клиента или улучши точки контакта. Можно я закончу историю про возвращенцев? Она очень хорошая, и я уйду. И вы будете меня возвращать, но я не вернусь. Вот много-много лет назад, я понимаю, что это вот прям low hanging fruit, как говорят американцы, низковисящий фрукт. Вот, предположим, есть клиент, которого вы потеряли. Вот, как зовут директора, не вижу, Романа. Роман потерял некоторое время назад клиента. Но вот какой-то был у них конфликт. И Роман хотел бы его вернуть, но в книжке написано, что когда вы потеряли клиента, у вас вот просто... Ну знаете, когда если кто-нибудь женат или замужем, когда ты поругался с любимым человеком, ты ходишь и думаешь, вот дура, блин. А дура ходит и думает, вот дурак. Никто не делает первый шаг. Здесь ровно то же самое. Клиенту как бы пофиг, потому что у него другие поставщики есть, кроме Романа. Он хотел бы вернуть Роман клиента, но ему неохота делать этот первый шаг. И он говорит, Юля, верни его. И вот история. Много-много лет назад я стал работать в компании в одной, и мы потеряли клиента такого градообразующего. Не моя была вина, менеджеру уволили, и я решил ее вернуть. Это была женщина. Я пошел, купил огромный букет цветов. Ну, потому что когда ты виноват перед женщиной, надо всегда приходить с цветами. Это я знаю. Я пришел к ней и говорю, Наталья Петровна, Бога ради, простите. Если что-то пойдет не так, и я сделал предложение, от которого нельзя отказаться, я буду работать вашим персональным водителем. Три месяца буду привозить вас на работу и отвозить. Я как раз себе новую машину купил, Шкода Фелиция. Она на меня посмотрела и сказала, нет. Я растерялся, но не сдался. Я тогда встал на одно колено и сказал, Наталья Петровна, ну пожалуйста. Она сказала, нет, нет, нет. Тогда я встал на нее, тогда я встал двумя коленями, посмотрел на нее глазами кота из мультика Шрек и сказал, Наталья Петровна, ну пожалуйста. И мне кажется, ни одна женщина не может сказать мужчине, который стоит на коленях с большим букетом цветов, нет. И она сказала, ну хорошо, все. Вернуть можно, вернуть можно. Только, пожалуйста, с цветами клиенту мужчине и на коленях не ходите. Спасибо большое, Игорь.